Осенью 41-го года перешел к врагу и поселился в Берлине драматический артист Всеволод Блюменталь Тамарин. Вскоре он стал вещать на русском языке, призывая советских солдат сложить оружие. Сталин распорядился заткнуть ему рот. Но у генерала госбезопасности Ильина родился более масштабный замысел. Через линию фронта перебросили племянника Блюменталя, боксера Игоря Миклашевского, чтобы он при помощи звезды немецкого кино Ольги Чеховой подготовил убийство Гитлера. Информация о том, что встреча с Ольгой Чеховой и контакт с ней при помощи пароля состоялись, дошла до Москвы. Механизм связи давно известен. Он называется «Мёртвый почтовый ящик». В определённом месте оставлялось закодированное сообщение для отправки в Москву. Курьер изымал его и доставлял в транзитный пункт. Чем естественнее его передвижение, тем меньше риска и для него самого, и для информации, которую он отправлял. Одна легендарная женщина как раз и отвечала полностью этим требованиям. Немецкая киноартистка и эстрадная певица шведского происхождения Зара Леандер, которую многие годы спустя Иосиф Бродский назвал великой любовью своей юности. В годы войны нейтральная Швеция была главным передаточным пунктом для важнейшей разведывательной информации. В Стокгольме фактически находился диспетчерский пункт. Им руководили советские резиденты, супруги Рыбкины, Борис Аркадьевич и Зоя Ивановна, которую позже советские дети знали как писательницу Зою Воскресенскую, автора рассказов о маленьком Володе Ульянове. Супруги поддерживали контакты со своей шведской агентурой, в которую входил и первый номер мюзик-холла Карл Герхард, чья популярность открывала ему двери любых кабинетов, не говоря уже о королевском дворе. Симпатия Герхарда к Советскому Союзу была всем хорошо известна, что делало его не слишком результативным агентом. Он был на крючке у шведской контрразведки. Другое дело – Зара Леандр. Фашисты считали ее преданной гитлеризму, антифашисты – ему продавшейся. Зара участвовала в разных пропагандистских акциях Рейха, снималась в откровенно нацистских фильмах и пользовалась широко афишируемой любовью самого Гитлера. Ее песни, благодаря уникальному, густому, низкому, хрепловатому голосу, сводили с ума и старых, и молодых. Иные из ее киноролей восхищали даже самых строгих критиков. Шведские корни Зара Леандр, роскошно обставленный и очень любимый ею дом под Стокгольмом, пребывание в Швеции ближайших родственников, делали естественными частые поездки артистки из Берлина в Стокгольм и возвращение обратно. Антифашисты никогда не прощали ей тесных связей с гитлеровской верхушкой. Откуда им было знать, что именно этот имидж так полезен советской разведке? Откуда им было знать, что еще в довоенные годы Зара Леандр, как и Ольга Чехова, стала советским агентом под кодовым именем Роза Мари, что она обрекла себя на поношение, ради дела, которому служила. По всем доступным теперь сведениям, именно Зара доставила Зое Рыбкиной, а та в Москву, информацию о первых успехах Игоря Миклашевского. Но за первым успехом второй мог бы и не последовать. От пресловутого гадюшника на Викториан-Штрассе увернуться было непросто. А тут еще дядя Сева, сам активный конровец, в один из своих наездов в Берлин настойчиво советовал не уклоняться от отправки в лагеря Ост-батальона в оккупированной Нормандии, где должны были, кстати, пройти спортивные состязания, по боксу в том числе. Ничего другого, так дяде казалось, Игорь делать вообще не умел. И томился в Берлине, так тоже дяде казалось, от безделья. Вся операция грозила сорваться. Последнее сообщение, которое Игорь успел получить из Москвы перед отправкой в Нормандию. В Берлин для ликвидации Гитлера выехала из Белграда боевая группа. которая поступит в его распоряжение. Из Белграда. География кажется странной. Но что же в ней странного? Сюда бежал Лев Книпор от большевиков. В Югославии оставались его боевые друзья-деникинцы, мечтавшие вернуться на родину. Они должны были это право заслужить делами. Тем временем Игорь выступил в любительском матче, состоявшемся в нормандском городе Булон-Сюр-Мер. Наблюдавшие за матчем тренеры сообщили в Берлин спортивному начальству. Этот молодой русский, оказывается, классный боксер. Игоря пригласили участвовать в показательных выступлениях, которые регулярно устраивали германские власти для поднятия боевого духа горожан. И вот Игорь снова в Берлине. Оставалось немногое в нем задержаться. В этом дядя ему не мог помочь. Тем более, что его самого в это время не было в Берлине. В Киеве он ставил политический памфлет Александра Корнечука «Фронт», где сам играл роль генерала Горлова. Этот образ в Советском Союзе воплощали Иван Москвин, Алексей Дикий, Иван Берсенев и много других актеров в разных городах страны. Для постановки пьесы в оккупированном Киеве Блюменталь подправил текст на свой лад. Еще больше о карикатуре в образ Горлова и других советских генералов. Под тупицами и невеждами имелись в виду Ворошиловы, Буденные, Тимошенки и Кулики. Вместе с Блюменталем и не по доброй воле спектакль ставил выдающийся режиссер Сергей Эрнестович Радлов, которого стремительный бросок германских войск настиг в Пятигорске, куда был эвакуирован руководимый им Ленинградский молодежный театр. Спектакль, получивший издевательское название «Так они воюют» и поставленный в жанре гротеска, ошеломил киевских зрителей, понятия не имевших о том, что пьеса написана по инициативе самого Сталина. Эти зрители не имели толком и представления о том, как завершилась Сталинградская битва, и, значит, не знали о том, что они уже не воюют, тем более так, что воюют другие, и при том очень успешно. Успех эта сатира имела огромный. Запись реакции зала и овации, которые публика устраивала по завершении спектакля, транслировались на волнах того радио, где по-прежнему подвязался блюменталь Тамарин. Об успехах племянника с легкой руки Судоплатова рассказывает множество небылиц. Судоплатов написал в своих мемуарах, что Миклашевский выиграл бой у всемирно известного боксера Макса Шмелинга. Произвел этим полный фурор в германской столице и удостоился от любимца Гитлера его фотокарточки с любезным автографом. И это открыло Игорю в Берлине много закрытых дверей. К сожалению, это только легенда. Такой поединок не мог состояться хотя бы уже потому, что Шмелинг был тяжеловесом, а Игорь выступал сначала в полулёгком, а потом в среднем весе. К тому же Шмелинг после тяжёлого ранения во время критской военной операции в 40-м году на ринг вообще не выходил. И он давно перестал быть любимцем Гитлера, после того, как проиграл поединок американскому негру Джо Луису, которого сразил за два года до этого. И всё же показательные выступления в присутствии Шмелинга на самом деле оказали Игорю неоценимую услугу. Эти выступления и этот успех позволили Игорю на какое-то время задержаться в Берлине, войти в контакт с прибывшими боевиками и сообщить в Москву, что всё готово для завершения операции. Игор не знал и не мог знать, что автор сценария той операции, к осуществлению которой он успешно приближался, находится уже совсем в другом месте и в другом качестве. Из большого лубянского начальника Ильин превратился в узника Лефортовской тюрьмы. Его обвинили в том, что своему старому другу, признанному врагом народа, он давал совет, как себя вести, чтобы избежать разоблачения. Ильину мстили за то, что он не раз изобличал своих коллег в фальсификации обвинений и преследовании безвинных людей. Зловещий начальник СМЕРШа Абакумов, минуя Берию, добрался до Сталина и получил согласие на арест Ильина. Хотя тот, несмотря на пытки, никакой напраслины на себя не возвёл, его продолжали держать в тюрьме. СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ Нарочно не придумаешь. Особое задание в Берлине выполнял агент, лично отобранный врагом народа Ильиным. СИТУАЦИЯ 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 По крайней мере, ещё одна звезда, кроме Ольги Чеховой, входила в их число. Неистовый, страстный венгеркой Марикой Рок, которая уже в 19 лет ошеломляла лихими танцами парижский муленруш, Гитлер пленился ещё в 1939 году на премьере фильма Карло Буэзе Хило Джанни. С тех пор Марико стал изовсегдатаем его приёмов. Гитлер обожал иметь в своём окружении актёрскую элиту. Даже в 1944-м, когда нацистской верхушке было совсем не до великосветской жизни, он пришёл на премьеру её вершинного шлягера фильма «Девушка моей мечты», который поставил её муж, режиссёр Герман Якоби. Он был на 30 лет старше Марики. Говорят, знаменитую песенку, которую поёт в этом фильме Марико, Гитлер нурвыкал, если бывал в хорошем расположении духа, что, впрочем, стало случаться с ним крайне редко. В точности неизвестно, когда Марико Рок привлекла к себе внимание советских спецслужб. Был ли от неё какой-нибудь прок? Наверное, всё-таки был, если после войны ей помогли создать студию в оккупированной Австрии. Она часто посещала Венгрию, ставшую страной советского блока. В принципе, можно было задействовать и Марику, но нет никаких данных, что у Игоря с ней был какой-то контакт. Да и отношения Лубянки с этой звездой были далеко не столь тесными, как с Ольгой Чеховой, ведь при Марике не было льва книпы. Убийство должно было состояться в театре, на премьере спектакля с участием Чеховой, о чём сама актриса, скорее всего, могла и не знать. Вполне достаточно, если бы оповестила о том, что Гитлер явится и дала бы пригласительные билеты друзьям Игоря, то есть югославским боевикам. Ни одной новинки сезона для блистала его любимая актриса фюрер не пропускал. Всегда лично вручал огромный букет свежесрезанных роз, доставленный самолётом из Берхтесгадена, его альпийской резиденции и своё фото с какой-нибудь проникновенной надписью. Одна из них гласила «Фрау Ольги Чеховой откровенно восхищённый и удивлённый Адольф Гитлер». Премьеры каждый день не бывают, надо было ждать. Игорь сообщил, что пока можно со стопроцентной гарантией прихлопнуть рейхс-маршала Германа Геринга фигуру номер два нацистского режима. Эта уверенность, надо думать, объяснялась тем, что Чехова захаживала к Герингам как к себе домой. Этот план Москва отвергла. Убийство Геринга было бы очень эффектно, но ничего, кроме волны арестов и разоблачения, не принесло бы. Его устранение никак не могло повлиять на ход войны. В Москве, возможно, решили, что у Игоря что-то не получается. Был задействован запасной вариант. Снова, как в 1942 году в Анкаре, с участием Льва Книппера. После того, как попытка немцев взять Москву провалилась, Льву Книперу и его жене Марии, как рассказали мне Анатолий Судоплатов и Зоя Зарубина, дали другое задание. Им предстояло поехать в Иран и оттуда, через Болгарию, добраться до Германии. Легенда была такой. Советская власть им до смерти надоела, Лев хочет воссоединиться со своей сестрой Ольгой. Его обучили методике убийств и диверсии, и он должен был стать дублером Игоря Миклашевского, если тому не удастся осуществить свой план. Отголосок этого можно найти в газете «Правда», которая сообщила, что Книппер прибыл в Иран с концертами русской и иранской музыки. Спектакль, во время которого предстояло прикончить Гитлера, все никак не назначался. Игорь тянул сколько мог, чтобы остаться в Берлине. Его ждали в Нормандии, лагеря для ост-батальонов. Получив кратковременный отпуск, Блюменталь приехал в Берлин, где 13 июня 43-го года в престижном бах-зале сумел повторить свой персональный вечер, который в феврале состоялся в Шуман-зале. Опять был аншлаг, опять овации. Дядя Сева пожинал в Лавре, но все равно ничем в Берлине помочь Игорю не смог бы. Его просто не поняли бы, если бы он стал за него хлопотать. Да он и не стал бы, считая, что место Игоря в рядах борцов с большевизмом. Он продолжал писать статейки для газетки «Новое слово», где вопил о том, что жидовьем провоняла вся советская власть, что весь русский театр превратился в жидовский театр. Как же он мирился с незабываемым образом еврейской матери Двуэрой в фильме «Искатели счастья» «Ролью, созданной его матерью, Марии Михайловной Блюменталь Тамариной, горячо им любимой». С таким воспалённым сознанием Блюменталь вернулся в Киев, но оказалось, что пора уже снова готовиться к бегству. Первым по приказу из Берлина это выпало на долю Сергея Радлова, после того, как вторично был освобождён Харьков 23 августа 43-го года, немцы стали спешно готовиться к эвакуации Запорожья. Радловский театр, который продолжал играть для двухсоттысячного города, отправили прямиком в Берлин, минуя другие советские города, где бы он мог зацепиться. Гамлета в постановке Радлова с блистательным Николаем Крюковым в главной роли пожелал увидеть сам Гитлер. Во время очередного налёта на Берлин под бомбой, попавшей в отель, где разместились артисты, погибла часть труппы. Радлова с женой и других артистов отправили на лазурный берег Франции. Сергей Эрнестович и Анна Дмитриевна были больны туберкулёзом. Убеждён, что и тут не обошлось без вмешательства Ольги Чеховой. Как иначе объяснить эту гуманную акцию по отношению к русским артистам? Наступил очередной поворот и в судьбе Блю Менталя. 6 ноября 43-го года он с Тамарой Соколовой вернулся в Берлин. Если бы целью Игоря, пусть даже и не единственной, был дядя, чё же он медлил? Объект рядом, бери его тёпленьким. Сам или с помощью угославских боевиков. Но Игорь-то хорошо знал, что его послали вовсе не за этим. Никакой информации из Москвы долго не было. Наверное, потому, что Сталин, отменив убийство Геринга, про Гитлера ничего не сказал. А без его указания дать команду Игорю было нельзя. Меркулов с Судоплатовым отважились. Напросились к Сталину на приём. Тот, видимо, догадался, о чём пойдёт речь, и принял их не в кремлёвском кабинете, а ночью, на ближней даче. Он всегда поступал так, если не хотел, чтобы чей-то визит был отмечен в журнале секретарями. Сталин план убийства отменил. Объяснил, кто бы ни пришёл на смену Гитлеру, он вступит в контакт с западными союзниками. Сепаратный мир с Гитлером ни Рузвельт, ни Черчилль позволить себе не могут. Не то с преемником. Наверное, в тайне Сталин мечтал поймать Гитлера живым и увидеть его в клетке на скамье подсудимых. А может быть, не хотел подвергать риску Чехову, на которую неизбежно пало бы подозрение. Вообще-то, судьба жертв погибающих ради благого отдела Сталина никогда не интересовала. Но для Чеховой он мог сделать разумное исключение. До сих пор считается очень серьёзной версией, по которой именно Ольга Чехова дала знать о немецком ударе на Курской дуге. Тогда как Ставка готовилась встретить немцев в районе Великих Луг. Доподлинно известно, что информация про удар под Курском пришла из Лондона, от так называемой Кембриджской группы, и ещё из Швейцарии. Информация могла прийти от разных источников, как пришла от разных, одинаково точная о готовности немцев вторгнуться в Советский Союз, с указанием даты и даже часа нападения. Можно ли было рисковать таким ценнейшим агентом? Тем более, если вообще есть сомнения, нужен ли именно сейчас уход Гитлера с нацистского трона? Перед тем, как отправиться в лагеря батальона в ГОСТ, Игорь успел узнать, что операция отменяется. Столько усилий, столько риска, такая реальная достижимость намеченной цели. И вот всё на смору. Скромный и незаметный, он был избран спасти свою страну от её поработителя, от убийцы миллионов людей, отомстить за жертвы гитлеровских преступлений. Всё рухнуло. Неужели он сделал что-то не так? И что делать теперь, если нечего больше делать? Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok